МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энергетика – это, пожалуй, слово этой недели в ОТРАО. На форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России говорили в основном об энергоресурсах. Я лично не верю в альтернативную энергетику, ветровую, в том числе солнечную, которая якобы заменит когда-то. По-моему, по сланцевой эйфории тоже приходит какое-то понимание. Поэтому нефть и газ – наш основной конек. И не надо нам этого бояться, что мы там сырьевые. Но и слава богу, что у нас есть это сырье, которое мы будем экспертировать, зарабатывать деньги. Самое главное – на эти деньги надо делать индустрию. От слов к делу в ОТРАО «Назарбаев и Путин» запустили новый и весьма амбициозный проект под названием «Евразия». Проект пойдет, пошел. И символически мы считаем, вы одобрите наши совместные работы. Если в двух словах, Астана и Москва вместе планируют добывать углеводородов при Каспийской впадине, где, по мнению ученых, скрываются рекордные запасы нефти и газа около 80% всех казахстанских залежей. Если подробнее, реализация проекта начнется уже в следующем году. На все уйдет пять лет и около 500 миллионов долларов. Тратить такую сумму, по прогнозам геологов, резонно. «Евразия» – это не меньше 60 миллиардов тонн углеводородов. Найти все эти запасы, считают кураторы проекта, можно на глубине 7-9 километров. И вот это самое интересное. В то же время и самое сложное. Казахстан и Россия в прикаспийской низменности собираются ставить мировой рекорд по бурению скважины – 15 километров. Сравнимо с запуском первого спутника в космос, а значит, нужны новые технологии и специалисты. Нужно делать эти профессии привлекательными. В первую очередь, конечно, это касается оплаты труда и условий работы, потому что работа – это очень тяжелая. Ведь у нас очень много людей убежало и продолжается отток специалистов до сих пор. Вот это проблема из проблем. Если эту проблему решить, остальные проблемы решатся сами. Скважина глубиной в 11 километров есть сегодня в Мексиканском заливе. Но сверхглубокую еще в 1983 году пробурили советские ученые на Кольском полуострове – 12 километров. Так что у нас, как понимаете, для бурения технологии есть. Проблема в другом. Это на больших глубинах очень высокие температуры и давление. И тогда это проблема буровых растворов и геофизической аппаратуры, которая бы могла работать при высоких давлениях и температурах. Такой вообще технологии, конечно, и на Западе не особенно сегодня разработаны. Это все относится к категории того, что нужно делать. И поэтому вообще необходимость создания таких технологий, она будет резко стимулировать инновационные всякие технологии. Никто не скрывает, рекорды нужны в первую очередь для науки. Пробурив сверхглубокую скважину, можно будет получить модель массива осадочных пород при Каспийской низменности. А это позволит увидеть более детальную картину, какие там есть запасы полезных ископаемых, причем не только углеводородов. Геологи также надеются, что в при Каспийской низменности есть залежи легкой нефти, той, что высоко ценится из-за своей плотности. В России в основном добывают тяжелую нефть, а в таком случае сырье еще нужно перерабатывать. Есть очень немного месторождений, нефть которых можно прямо заливать в бочки танков военных и на них ездить. Американцы долгое время такие месторождения держали на балансе Министерства обороны. Но как-то у них сухопутная война не просматривается, и в результате эти месторождения отдали в разработку. В подсолевых отложениях Казахстана встречается и такая нет по качеству тоже. Казахстан Казахстан